друзья приветствую всех любителей аудио видео и игры и сегодня мы рассмотрим такой вопрос чем же playstation 3 лучше чем playstation 4 на экране вы видите playstation 3 и playstation 4 внизу то есть я обладаю ими достаточно много лет и поэтому конечно же все знаю об этих системах что только можно знать действительно ли можно корректно сказать что playstation 3 имеет преимущество на playstation 4 или наоборот вот сегодня мы абсолютно объективно и рассмотрим этот вопрос для начала начнем с дизайном но немножко поверхностно потому что надо показывать эргономику а так как у меня пассажин 3 сейчас стоит на пластейшин 4 это слабо возможно поэтому я просто коснусь основных моментов а потом мы их более подробно разберем и так что касается эргономики пластейшин 3 оригинальная пластейшин 3 так называемая хлебница было глянце очень красивый я был обладатель 40 гигабайтной версии пластейшин 3 и она была очень красивая и конечно же когда вот этот вот мини или как он там называется следующая версия появилась которую вы сейчас видите на экране она конечно же ну визуально ухудшилась но тем не менее эргономика у нее достаточно удобная смотрите вот я нажимаю кнопочку и у меня и диск выезжает или заезжает здесь опять же щелевой вид диска привода то есть я в беру диск вставляю и он туда сам заехал я нажимаю какую-то кнопку или нажимаю выбросу и он выехал это замечательно и это все легко и это плюс потому что у playstation 4 есть две какие-то непонятные вот такие вот вещи во-первых непонятно playstation 4 если сейчас вот выткнул провод вот не скажите куда нужно вставить диск вот сюда или вот сюда я не могу понять то есть я не понимаю куда и я начинаю тыкать то сюда то сюда то куда ну эргономика на кол следующий момент выброс диска вот это вот полосочка или вот полосочка эта кнопка как вы думаете какая из этих кнопок кнопка включения какая из этих кнопок кнопка выброса диска я не знаю здесь если с лупой подойти посмотреть есть на самом деле изображение где там можно очень долго и внимательно изучая рисунок мизерный выяснить кто из них все-таки кнопка включения кто выброса но это реально не видно и поэтому я каждый раз ошибаюсь когда я хочу вынуть диск я нажимаю не поймешь какую кнопку и я то выкидываю диск то выключаю консоль то есть абсолютный капец какой-то и это только передняя часть и задней части еще хуже короче мы к этому еще вернемся на эргономика просто полный кол что касается playstation 3 сейчас мы видим до измененную такую версию не тоже есть свои минусы ну например когда я стою с диском я нифига не вижу ну с диском ладно я вижу а если я хочу включить жесткий диск то я не вижу из-за разъемов они где-то там не надо как-то его приставку поднимать и смотреть это тоже не очень удобно второй момент что касается джойстика ну на данный момент большинство джойстиков playstation 3 они сдохли и поэтому приходится покупать что-то типа такого это playstation 3 джойстик но из китая то есть на самом деле у него чувствительность управления хуже и не надо быть семи пятью во лбу гением чтобы понять что эти джойстики хуже просто не стоит сильно дешевле оригинальные практически сейчас невозможно купить и если вы будете думать что вы купили оригинал в наших реалиях вы скорее всего купите какой-то китайский фейк похожий на оригинал поэтому да ну нафиг вот поэтому мы ограничены такими джойстиками которые просто тупо хуже по управлению они хуже слушаются они хуже имеют чувствительность и так далее но играть можно бывает и хуже бывает и получше но суть такая p3 это такой на 4 с минусом джойстик скажем так вот таким я пользуюсь я покупал дорогие но они просто дорогие они оказались ничем не лучше так вот сейчас мы будем смотреть как работа playstation 3 смотрите для этого я нажимаю вот кнопочку на и держу он сейчас включится оценим время загрузки консоли это реальное время ну вот сюда загрузился у нас где-то вот так вот видно весь экран но смотрите ребята плюса минусы playstation 3 против playstation 4 ну кажется вообще глупая какая-то идея потому что после шин 4 следующих поколений она должна была признать и пластейшн 3 во всем но давайте обратимся к рекламным материалам что обещалось для пластейшн 3 во-первых обещалась производительность в 2 тера флопса и здесь пластейшн 3 действительно есть производительность 2 тера флопса каким образом но благодаря восьми ядрам сел вообще это 9 ядерная приставка на power pc процессоры там 8 дополнительных ядер сел числа дробилки сумасшедшей мощности для математики одно полноценное power pc ядро всего их девять по практике там пара ядер то полностью не используется заблокировано и так далее но на самом деле мне кажется все таки от производителей зависело в определенной степени насколько сильно он будет использовать ресурсы или не будет какие-то производители использовали только одно power pc ядро и на все остальное забивали и мы получали игры ужасного качества и кто-то типа разработчик фанчарт использовался пластейшн 3 на всю катушку и там просто был фантастический результат и поэтому до 2 тера флопса это реально да это реально да да может быть столько в математических операциях физики в сумме да и суммарно но 2 тера флопса до пластейшн 4 спустя много лет вышло какая же у нее производительность ребята 2 тера флопса то есть с точки зрения формальной производительности не поменялось ничего до стали жесткие диски немножко побыстрее но скажите мне что вам мешает воткнуть ssd диск в пластейшн 3 и он и пластейшн 3 начнет мгновенно там загружаться выгружаться и так далее вы так не пропали да и как-то не включалась а просто подумать у 9 ядерный процессор вы просто поставьте туда ssd как вы вставите например многие айтишники ноутбуки старые которые просто мега тормоза стали они вдруг летают то же самое ставьте playstation 3 ssd и будет у вас летать что мешает ничего не мешает а вот поэтому это не аргумент что касается графических систем да здесь графической системы конечно же слабее но опять же вот ребята в реальности я сравнивал devil my cry 4 очки какой 4 следующий девил май край dmc которая не даже не 4 а следующую и я купил точно такую же версию для playstation 4 и там было написано что это не просто такая же версия это дефинишн и дешен она типа лучше и когда я включил визуально я не увидел вообще каком месте она может быть лучше она вообще была не лучше она была совершенно одинаково кроме того некоторые эффекты которые воспроизводились благодаря всем вот этим абсолютно адским числа дробил компосты шутри они выглядели круче из какой-то там дрожащие какой-то вот адский такой вот задний фон кровавые какие-то блока дрожащие там ну как шевелить или шевелищийся или там в assassin creed black flag вообще была графика просто лучше чем на playstation 4 просто лучше было должен был натуральная не какие-то полоски то есть графика даже где-то стало хуже чем было на пасты шинты так в чем же пасты шин 4 имеет превосходство но отзывчивость fps все-таки стали повыше благодаря разным моментам но интерфейсы поменялись шины поменялись чуть-чуть на его поменялось и когда вот я проходил игру том прайдер 2013 года шикарный я ее прошел всю мне очень она понравилась но она была такая трудная но меня удивило что когда я проходил ее на playstation 4 как легко она проходит оказалось что те моменты в которые мне было очень трудно то я не мог во врага попасть оказалось что это на самом деле приставка тормозил и поэтому я не мог попасть они то что там и так трудно но в момент когда я играл на playstation 3 я этого-то не понимал и все было классно кроме того например если мы возьмем final fantasy 13 просто фантастической по графике и на playstation 4 игр которые дают такую графику но ребят внутри 4 все все остальные игры не лучше чем на playstation 3 а вот эти три-четыре игры я даже вам назову они когда это и тот же last of us да а ребята last of us вышел на playstation 3 и когда его купил для playstation 4 я охренел потому что я дал достаточно много денег я включаю вижу типа definition и дешина я не понял в чем этот definition потому что графика была вообще аналогичная ничем не стало лучше ничем вообще ничем я просто выкинул деньги в мусорное ведро я и точно так же игра на playstation 3 с точно такой же графикой реальная игра которая стала лучше это until down даже из рассвета да тут правда графика другого поколения но ребята это игра другого поколения с другого уровня графика и поэтому она на playstation 4 охренеть как тормозит она просто там от 12 до 20 кадров идет оба на оба надо как девки пляшу вот и пожалуйста из тех игры которые реально круче по графике или просто точно также на посвящен 4 и тормозят и я не думаю что нельзя было антил даун выпустить на playstation 3 если бы было желание потому что же вышли игры от remedy потрясающие две души совершенно сумасшедший графика и так далее то есть и или готов вор что на playstation 3 что на playstation 4 он вообще одинаковый ну то есть да можно сидеть и там к чему-то придраться на самом деле вот глобально на 95 процентов но там ни хрена нету разницы вы просто просрали свои деньги ничего не получилось мог бы быть к нак на пластичный 3d делать нефига там как раз вот эти числа дробилки они бы это все вытащили отделы ну прям вообще легко да или call of duty trust да он там по-моему есть или что там icon там есть килл зоны вообще фанатистический вот еще одна игра которая в принципе показывает действительно новый уровень графики но команду засрали загнобили и она развалилась это drive club вот эта гонка она совершенно другого уровня графику дает потрясающую да это гоночки вообще супер крутые вот но их засрали и больше нету вот поэтому в чем там преимущество и вот смотрите кроме того пластичный 3 конечно же и подвержена взлому поэтому они почти все взломаны и просто заходите играть в чем хотите хотите диск покупайте хотите скачивайте то есть на самом деле даже если покупать оригинальные диски они не великие деньги стоит вот например сегодня я зашел взял diablo 3 взял килл зон 3 то что есть к зону 2 килл зон 1 мне не интересно потому что ну с playstation 2 он неинтересен вот у меня килл зон 2 был фантастическая графика то есть такие вот вещи я взял и еще у меня есть playstation playstation xbox ван он умеет игры с xbox 360 я взял body count это black 2 кто не знает black 2 там по лицензионным соглашениям нельзя было называть потому что компания разработка команда разработчик ушла в другом издателю и они пересрались и короче им запретили это называть black 2 они назвали это body count ну я думаю black 2 black 1 на playstation 2 играли все это абсолютно уникальная игра это продолжение да я взял это все доступно диски оботкнул в xbox 360 он увидит что это совместимый диск просто скачает с интернета цифровую версию я буду играть или все даже по хрену царапаны не царапаны для xbox это вообще неважно пошло страной будет скачивать вам что у меня оригинальный и точно так же вот диабло 3 я взял потому что я никогда не играл ну попробую дайку и кузон 3 я взял потому что это крутейшая игра ну кузон 2 конечно же это шедевр и кузон 3 тоже очень круто вот это все очень доступно но если и если хотите вы можете всегда и скачать в этом тоже нет проблем никаких вот смотрите у меня на диске да там ну я где-то не все диск которыми есть а первый попавшийся взял ну вот две души и бион да две души bioshock infinity 3 да блэйд это playstation 2 это как раз игра black идеально идет в playstation 2 blades of time флэшер call of duty modern warfare 3 идеальный декал бы сейчас игра не понравилась собакой задолбали умные уровни но короче играть можно call of duty black ops 2 call of duty world at war вот это кстати вещь очень понравился там пятая часть каста ваня лотов шагут шикарно джерико потрясающе игра очень нравится клайк барк барк и джерико или эрихон до а то есть два это доросли до пыты даша даже путешествийца а трехмерном стигра прикольненько а кризис данты и данты с инферно и от от данты садой классная игра дарк соул препарк туди и дишина это расширенная версия дарк сайдер давай дед ура лайф 5 диабло 30 тоже давите вот такой купил диск у меня надо же есть а демси как раз делил майкрайф демси про который рассказывал что она вообще ничем не хуже чем на playstation 4 просто даже красивее на самом деле достаточно два дура опять в другая часть dragon crown такой слэшер типа 2d и и ядер на ута соната это рпг-шка пар край 3 fight night road round ну раунд до 4 final fantasy 13 2 ой шикарный шифа лор блин фалклора там кстати еще очень круто звук сделал я прям когда это играл и некоторые голоса вообще с таких мест звучали этого блин как это с двух динамиков я слышу где-то за спиной там сбоку вообще хрен за что там технология генжи вот генжи дэйв блэйд это вообще была игра которая вышла в день релиза playstation 3 потрясающе год of war ассейшн год of war collection либо первая-вторая либо с psp версии ну как бы улучшены тоже играя не хочу готова вот почему я говорю какая то что есть готова коллекция из готова коллекция валют валюм 2 ну там 2 поэтому какой-то из двух и то и другое короче у них во всех все готова 3 есть вот готова 3 важных у меня есть такой вариант во вторых у меня есть еще варианта скажем так для пластейшн 4 у меня есть такой готова 4 да и готова 3 в цифре но короче там суть такая бы я готова 3 проходил в какой-то момент там надо было бить в барабаны в определенном ритме я промахивался и не никак не мог пройти я поэтому думаю подумал что что-то не то может где-то что-то тормозит и купил версию для пластейшн 4 и давай стал проходить на после 6 4 эти барабаны то выяснилось такая же фигня что я тоже не попадая потом выяснилось что оказывается надо было включить телевизор в режим game у меня на самом деле был включен в режиме улучшений изображения и соответственно на самом деле просто у телека был очень большой тут лак поэтому я тупо не попадал в нужный момент time ну time shift так вот временной промежуток чтобы сыграть эту часть а потом выяснилось что оказывается в телевизоре есть такие настройки когда можно так сделать и после этого ей на пластейшн 3 этот момент легко прошел на пластейшн 4 легко его прошел но то есть на самом деле ну была бессмысленная покупка потому что будет of war 3 но на пластейшн 3 выглядит точно так же как и на пластейшн 4 опять же но особых гипер задротов которые там что-то пытается микро пиксель высмотреть ну ради бога покупайте гран туризма 56 ну кстати не играл и и кстати вот с моей прошивками не самая последняя прошивка какая-то из этих частей не идет грантефавта да я немножечко играл но что-то я не испытываю восторга ребят честно говоря не проникса поэтому не знаю там ну наверное интересная игра но учета это не моё быть пиздюком и ходить там всем тыкать пистолетиком и кого-то выкидывать из машины это как ты это перерос давным-давно и так heavy rain тоже кстати очень известная игра про маньяка но я тоже не играл а ну я не скажу совсем не играл отключал чуть-чуть походил не зацепила и бросил ай-ко и шагов в колоссов две части npm с npm с 2 инжустики узором пират кольцо море на один критуль все это опять же файнал фэнтези 13 потрясающая литров быть планет это платформер лолипоп чейн сау вот блин это чума с бензопилой mass effect 1 1 масса бега и тут знать еще как и красота так вы играете скачивать вы сможете русскую версию скачать и вас все на русском будет переводе там не знаю лицензиончик и пиратов но будет на русском они вот это ты купи за хрен за сколько тысяч и там что буду когда не поймешь он говорит и не текста ничего нет и что там происходит эти под догадайся и за что-то отдал эти деньги должен понимать это все равно что фильм без перевода смотреть ну тупость mass effect 2 и metal gear rising тоже прикольный metal gear solid 4 это конечно игра с такими с элементами идиотизма метро ласлайд магнет клаб лос-анджелес лонточки майнкрафт тоже кстати прикольная штучка это не тот майнкрафт это такой кубец там как-то так по моему а может этот сам а мир рэкш конечно кармадар лафар и ребята я хочу сказать что вы смотрите на название игры и в принципе это тоже самое что и современном компьютере вы в принципе эти же игры играете mortal kombat это не помню 10 или 9 часть дома 10 а по motorstorm прикольно апокалипсис это третья часть вот motorstorm первая часть 2 что я не вижу наверно другом здесь playstation какая-то игра стараться второй playstation в эмуляции идет а не форстрит москва танки форс петри вас не джагайдан 3 не джагайдан сигма это лучшина из версии не зеленцы тысяч красиво с xbox она перешла 3 что-то не джа но изначально спорта оригинал не джагайдан 2 сигма 2 портал 2 папе терна тушь платформе как путиск вот сам нижний да прикольный супер нинтенд ранга тоже красиво речет энд кланг райман райман biohazard это резистент 2 резистент 3 резистенцию ну я такой диск покупал режисс тэнс а ну прикольная до играть прикольная лишь рейсер семь я вообще его обожаю и тоже игра называется на иксбокс ридж рейсер шесть на playstation 3 когда она выходила на год позже надо было как-то подосрать конкурента они взяли ту же самую игру назвали ридж рейсер 7 как будто у них какая-то другая игра там типа не сумму чем но нет это все та же самая игра даже с худшей графики чем на иксбокс а сидит хилдам павел а сингуляр эти сирен соник хедж-хок ну и соник ёжки салкали вот 5 пластейшн 2 в эмуляции айко текен 6 текен так торнамент 2 the last of us the last of вот она вот the last of us прекрасно идет отличная графика все шикарно играется рачит кланк 3 лоджи там кризис рейсинг стороны здесь вот для пистолета у меня нет пистолета и да и на жк телеке наверно он не будет тупо работать таймшиф кстати тоже крутая игра тартлес тартлес и тайм но это черепахи нинджа иначе ну там нинджа и тартлес но не играл еще том прайдер обожаю эту игру кстати версия для пластейшн 3 самая лучшая ну на пластейшн 4 точно такая же а на xbox вам значительно хуже по графике вообще во всем поэтому вот она можно играть на после 4 на пластейшн 4 еще лучше еще плавнее будет я рассказал что там она легче проходит анчартер 2 3 шикарно играет шикарная графика абсолютно и когда как вы будете по что-то играть это вот я включая приставка фиг знает сколько игре сейчас включу и пластейшн 4 металл что фиг знает сколько игр и 2 вам да я включу там тоже у меня фиг знает сколько играть анчартер 3 вот шикарная валкирия хроникал это опять же рпг шка вам пишет крутая сеговская игра чумовая и все прошло вайп аут но есть пусть сурен после шаги люблю вот поэтому я сейчас отсюда выхожу и не будешь показывать ну чё там тыкнули диск примонтировать потом на него тыкнула играешь это всего лишь там часть дисков которые у меня есть не знаете сколько там терабайт но не очень это интересно потом эмуляция сега мега драйв playstation 1 playstation 2 все играете все прекрасно летает и давайте попробуем делать диск запустим я сейчас покажу чтобы было видно вы же не видите чего я делаю так вот он всасывает на этом пожалуйста килограмм 3 а еще и 3d он поддерживает блин надо к 3d телеку подключать поиграть я чуть не играл 3d играешь надо к другому телеку нет филипсу включить и на филипсе мы соответственно с филиппом будем 3d играть играйте только в хорошо освещено помещение да 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 настройка данных аппризов обязательно обязательно это первый вообще запуск игры вообще когда игра уже установлена и все там быстро выпускается но сейчас я прям диск вставил и конечно же это будет дольше то не компьютер интертеймент так ребята посмотрим в каком разрешении тут все это выводится вообще внутреннее разрешение может быть скорее всего и дире дина это все обскелиться они аж дире до 1280 на 720 при 60 кадров думаю нормально чё честно говоря даже на 65-дюймовом экране это все очень красиво все четко все хорошо когда вы сидите от экрана в 3-4 метрах это вообще не имеет никакого значения мой автар все подготовлено о по-русски что там груз готов к карнавке сэр отец выключи свет может получше будет и дочери и дочери хилгана в этот день пока на орбите пылают корабли врагов а на улицах валяются их трупы мы снова и снова вспоминаем их страшные грехи красиво 60 кадров я не знаю что еще надо враги обрекли нас на смерть от болезней и голода наостровили и унижали но это там где планета хилгана земля и хилган это хилгаска соответственно по моему это колонисты земли которые его сонировали а может решить я их не помню и вот между ними война теперь устроена и время лишений прошло и все эти годы я имел честь вести вас за собой вперед и только вперед с этого дня и до конца времен сэр армия земли здесь идемте килл вон три компания ну давайте новую компанию ну рядовой это среди уровня сложности смотрите можно оценить время загрузки именно с диска то есть игра не устанавливался она идет именно диска диски blu-ray и playstation 3 он играет blu-ray фильмы без проблем ставьте и смотрите blu-ray фильмы он играет dvd фильма он играет аудио cd вот например playstation 4 чем хуже она не умеет играть playstation аудио cd диски playstation 4 аудио cd диски ставить нельзя да минус минус эргономика в playstation 3 лучше лучше playstation 4 хуже графика в 95 процентах ну в 90 процентах одинаковая полгода назад от рук врагов погиб великий человек талар безарь отец нашего народа вспомним о том что он дал нам надежду это он дал нам ладно мультики ребят сейчас я пропущу да посмотрим ну реально график на самом деле учитывая что 10 лет последние прошли в стагнации и не было реально крутых таких вот каких-то игр которые мозг вы порвали то обычно все играют в ремастеры ремастеров все тех же игр поэтому когда вы берете classification 3 вы получаете все те же игры которые вы любите и которые тут прекрасно идут в 60 кадрах а думаю что делать доложись дежурному сержанту да ладно я доложусь а где найти этого дежурного сержанта отмейтись в стойке где стойка то это что ли стойка а вот это позывной аркоз 2 а открывать вас отправили в оружейную стоять транспорт с первыми на подкруге и конечно сравнивать с современным компьютерными играми сейчас безусловно ну бывает и сильно лучше графика но когда ты реально играешь это честно говоря не тот случай когда на это внимание обращаешь когда там происходит интерес ну и что делать приходи давай хватит у меня этого опера у вас вообще резиновой пост внимание скоро приходит к уличному сандалу предписано вернуться на свои бассейки и пополнение я честно говоря помню этот коридор я ему стану часть например по нему походя ну и чё чё делать чё делать на что устраиваться безопасность наша общая обязанность немедленно докладывайте аккуратно обо всём подозрения на фармику проходите они ведут его студию вещания с но что назар динь я чем я Оружейник ждет вас. Он на данном конце стрельбища. А я думала, что вторая часть так начинается. Досту в закрытые зоны выдаются только с моего одобрения. Для начала возьмите боеприпасы в ящике рядом с кабиной. Начнется штурмовые винтовки. Борозите цели в центре стрельбища. Борозите цели с винтовки. Чистительность, конечно, бросит патруль. Это однозначно. Пластейшн 4 в этом плане по джойски лучше. Хорошо. Теперь вспомогатель оважениям. Займите лизарет. Да, лизарь. А как мне его брать? Где его брать-то? Проразите ближние цели. Какая неверная чувака. Убил. Злобнул. Неверная цель. Здравия. Компримерных, как старейшихся. Проразите. Какая неверная жительница? Прошу, блин, залетите свой мистолет. Теперь снова возьмите винтовку. Нажмите на Сашу. Он, нет, не оригинальный. То есть как-то я, блин, снова возьмем. А, я знаю, это крестовинка. Неверная цель. Да, блин, чувак, я реально не вижу, что там показывают. Попробуйте проразить ближние цели. Ты еще дальше, блин, выстрел. А, ну вот. Вот, слушай, да? В эту цель, трудно попасть на таком расстоянии. Оптический прицел на винтовке позволит сделать точный выстрел. Ну как, Ровно, АФ-3. АФ-3. Давай. А, я понял, давай. А, я понял, давай. Тут вопрос не в дальности, а в том, что чувствительность джойстика очень низкая. И поэтому все очень нехорошо. Сначала 2. Сука, я уже. Сначала 2, чтобы укрыться. А, да. Такой цель там. Вижу, опыт есть. Пусто разрешаю. Ну, хорошо. Куда идти? Ну, что, дальше-то? Ну, что, дальше-то? Ну, ладно, пошел я на душ. Председатель Шталь ждет вас в студии вещания. А где студия вещания? А, где студия вещания? А, помню, здесь они захватили типа Кленова. А он, на самом деле, и вот этот вот старый чувак клал на него, и он как раз идет на помощь, он ведь нагурил. Сейчас мочил его, начнет. Хватит тут ошиваться. Переверок по лестнице. Переверок по лестнице, председатель не любит ждать. Это не та верка по лестнице, что ли? Я не знаю. Это какая-то не та верка по лестнице. Чуваки, хотя бы показывали, где ваши вверх по лестнице, я как-то пойму. На твоем месте я бы подробился. Да не может быть. А, если что, быстро пришло, да? И мне поэтому не отпрыгнуть. Вам еще не обиду, все это будет 20 минут. Да, ехать, плохо сработал. Смотрит для освещения. Я не знаю. Перегрузка подвода, панель 243. Внимание, председатель готовы сделать обращение к народу. Забить звонному персоналу неведленно явиться в студию. Все остальные должны проследовать как раз. Смотрите, меня там у них PlayStation 3 и меня была у модели. Высочески прикольно. Я искореню заразу безволия и пораженчества. Есть визари. Завтра мы начнем величайшую военную кампанию в истории. Прежде совершим справедливое возмездие. Смерть. Вот кара. Убийцам визари. Что? Ты! Да, ехать. Здесь еще мир показывает после ядерной ванны. Какой апокалипсис. Это он вспоминал. Он сейчас сидит на развалинах мира. Там грипп ядерный где-то вдалеке взнувает. Смерть. Смерть. Ты чего? Знаешь, Рика, ты болва. Он был у нас в руках. Ты убил его. Убил визари. Да, сэр. Через реку. Разряд. Да, конечно. Так точно, генерал. Скажите, что его еще можно спасти. Поздно. Время смерти 21.20. Прекрасно. Просто прекрасно. Бойцы, внимание. Выдвигаемся. Пятиминутная готовность. Дельта, вы знаете, что делать. Купер, заводи машину. А где Веласкес и Севченко? Пушик, я сделал то, что нужно. И ты мне за это ответишь. На трибунале. По всем статьям. Да. Сержант Севченко. Сержант Веласкес. Чет меняется. Штаб приказывает немедленно сворачиваться. Мы убираемся с этой планеты. Парень. Я сдаюсь. Война только началась. Что это за бред? О нет. Хватит. Так больше не пойдет. Ты наглый сукин сын. Надо бы расстрелять вас обоих без всякого трибунала. А теперь заткнись и делай, что говорят. Тебе понятно? Тебе понятно? Да, сэр. Держант Веласкес. Вам не хватает мозгов понять суть приказа. Заткнуться. Капиталь. Ладно. Слушай приказ. К нашей позиции приближаются хилганские крейсеры. Генерал приказал уходить прежде, чем они явятся. Лучший выход прорваться через район Визари. Пересечь реку Каринфу. Потом точку эвакуации на восток. Кратер размером с Канзас. Прямо под ядерную грибу. У нас только одна попытка. Так что действуем четко по плану. Спасибо, Хоппер. Где, ребята, мужчина, где-то такие сюжетные игры с историей. Боевик. Настолько круто, когда все... Это еще что за хрень? Да, уходим. А встаганчисте по графику было еще круто. Хотя, ну, была предыдущая, потому что, похоже, денег увалили. Он ездит на гриб такой смывайте. Вот они на каком-то ровере помчались. Сейчас пока ролик идет, но, в принципе, графика игровая. А это еще откуда? А вверх, или вот. А в блачеку 100. Чисто. А вверх, или вот. А вверх, или вот. А вверх, или вот. Остальных, видишь? Ребята, и вот эта приставка вышла в 2006 году. Можете представить. В 2006, а сейчас 2022. Если Нервилл, шефон направляется в пике. Туда можно добраться по этой дороге. Афиг. И окружение отлично. И ноги, и арк, и все валяется. Как прикольно. Это неправильно. Нельзя бежать. Хелки нас перестреляют по одиночке. И гуртяжка. Как раз True. Телефон направляется в серове. Афиг диаметра не Бpatка. Батки. Оголяется. club cups. Батки. Батки. Иар activate. Вау, крушение, крушение, ребята. Поехали. Где остальной конвой? Вау. Красиво, конечно. Сержант, сюда! Где остальные? Не знаю. Наверное, за этой площадью. Ай, пен. Ай, пен. Пойдем, ряка в той стороне. Слушайте, ну вообще кайфово. Вау, ну все, кратерин. 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 Вау, ну все. Плейстэшен 3 для РУ 5. Всё, ребята. 2006 года. Все, прекрасно все лихает. Давайте посмотрим разрешение какое-то. диск вынул на кнопочку нажал, раз-раз, ну и давайте еще посмотрим аудио CD диски, конечно же, да давайте даже не аудио CD, а болваночки, 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 как он болваночки читает. Ну как медиакомбайн, конечно, шикарно, фильмы играет, музыка играет, диску вынимаем, соответственно, да, болванка, болванка, не просто диск, а болванка, ну и выключаем, конечно же, выключаем корректно, это на приставках принципиальная штука, держим долго главную кнопочку и нажимаем отключить систему, да, 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 и сейчас PlayStation 3 отключился, и теперь у нас остается PlayStation 4, значит, минусы PlayStation 4, кнопки, не поймешь, какая из этих кнопок выброс диска, какая включение, хрен поймешь, куда втекать диск, сюда или сюда, не поймешь, это первый вопрос, который должны были бы разработчики эргономики задать, они это не задали, то есть эргономика не проработана. USB, но USB более-менее понятно. Включение, вот смотрите, ребята, видите такой скос, вы смотрите вот с этой стороны, как вы увидите, куда втыкать, логично, чтобы скос был в другую сторону, чтобы вы, когда берете диск, вы видели, куда вы втыкаете, вы видели, куда вы втыкаете сеть, HDMI, USB, оптику или питание, но из вот этого горба вы этого ничего не видите, и это дебильная эргономика, и этим он, опять же, хуже намного, чем PlayStation 3, вот, и сейчас я буду включать их, и для того, чтобы включить, я не смогу вот так вот просто в окно, потому что я ничего не вижу, мне надо вот обязательно вот так смотреть, вот так как-то там ее делать и так далее, вот, и после этого уже, да, я могу ее, как бы, включить, ну и, соответственно, потом очень многие консоли, они не прошиваемые, уж не знаю, там, какие нюансы, какую надо версию прошивки и так далее, у меня не прошитое, ну, я, честно говоря, я не хочу прошивать, потому что у меня вон очень много дисков есть, и так, и плюс там и купленных полно, мне, в принципе, это и не надо, у меня игр хватает, но, да, это так, вот, теперь некоторые говорили, что магазин не работает, да, что на PlayStation 4 нельзя в магазине ничего купить, я не понял, таких утверждений, да, я захожу, и тут написано, операция PlayStation Store приостановлена, и все-таки, ой, операция PlayStation Store приостановлена, а вот, смотри, весенняя распродажа, оба-на, а давайте полный список, а давайте 1500 игр до, а давайте хит и продаж, о, а ребята, кстати, вот, знаете, я вчера сидел и все показывал, то есть, я не знаю, это как так, сейчас не показывает, а вчера я вообще все видел, то есть, это получается, что ночью, что ли, оно показывает, потому что ночью тут было куча игр, я замучился их листать, сейчас опять они недоступны, недоступны, я ищу думал взять, не взять какие-то игрульки там были, там, Batman Arkham Knight был за 300 рублей, Бионета за 500 была, Джейди Кнайт был за 900 с чем-то, и Метро был за 600 и так далее, но сейчас опять они это как-то заблокировали, но было, ну, надо ночью посмотреть, сейчас правда заблокировано, но вчера это, ну, вернее, этой ночью это все работало, окей, ладно, хорошо, и, кстати, да, тоже вот, ублюдце, на самом деле, вы покупаете приставку, а вас кидают, ну, свиньи просто, слов нету, я после этого вообще ничего от Sony не покупал, ну, вот, Uncharted, Tomb Raider, что тут у меня, God of War 3, Horizon Zero Dawn куплены, это все куплены, да, Knack, Shadow Fall of the Beast, ну, давайте Shadow Fall of the Beast покажу, наверное, это старая добрая амижная игрушка с компьютера, Commodore Amiga, потрясающая ее новая реинкарнация, ну, конечно, здесь вот очень круто сделано, ну, как видите, грузится вообще не быстро, точно так же не быстро, а если вы вставляете диск, то там обязательно с диском надо установить на жесткий диск, поэтому это вообще очень долго, потому что, когда вы вставите диск, он будет еще там фиг знает сколько ставить на диск, а если, когда работало вот это скачивание с интернета, то это занимало иногда, там, чуть ли не пол, ну, полсуток или сутки, это тоже было, ну, нереально долго. Ну, а PlayStation 4 также, я думаю, не очень дорогая приставка, не обязательно брать какую-то Pro, не Pro, потому что большинство игр было выпущено на простую версию, а не на Pro, а на Pro версии, простые версии играют ровно с такой же скоростью, как и на обычной PlayStation 4, чтобы не было глюков, а для именно Pro версии вышло столько игр, что кот наплакал, и таких денег это не стоит, поэтому проще взять простую PlayStation 4, задешево, и играть во все. Ну, и, как видите, ну, довольно долго, да, грузится, я бы сказал. Ну, то есть, на самом деле, по времени загрузки, между PlayStation 3 и PlayStation 4, у нас особо разницы-то и нет. Здесь вот пара в решении, ну, соответственно, а тут не HDL, это 1280 на 1280, сколько там, 1280, а 1920 на 1080, здесь так, здесь. Вот эту игру я несколько раз походил, прикольно. Ну, здесь тоже чувствуется, что 160 кадров идет. Это тот он раб, вот это его чудище. Тут надо успевать, под деревьями спрятаться, пока падает, стрелы. Не успел. Не успел. Вообще красиво, конечно. Она даже не то, что красивая, она очень какая-то половинная, очень обниженная, вот эта вот световая палитра, атмосфера какая-то потрясающая. Р1, что такое, блокирование. Ну, давай, тренируемся блокироваться. Блокировался. Не успел заблокироваться, так же. Тут, кстати, в комплекте идет и оригинальная аммишная игра. Чтобы схватить, врага удерживать себе кружочек, и никто не выжил. Пока я прочитал, там уже всех замочил. Это я управляю, это не просто он бежит. Видите, могу назад побежать. А, не дает чудищу назад бежать. Будет вот такая классная графика и идея. Это второй уровень вообще какой-то на чужой планете происходит. Там вообще все другое. Какие-то штуки такие ходят, ходули какие-то. Это малород, чудище безжалостное. Да, и он сейчас узнает своего отца, потому что он не чудищем был. Это вот та гадина превратила в такое чудовище. Его похитили в детстве и наспитали в него вот такую евизиду. И вот сейчас он это вспомнит отца и отца. Сейчас его переклинит. Так, его подчинить. Вот он ранил этого шалтуна. Так, его подчинить. Ну, тут логично, что вернуться назад, но здесь секрет есть. Надо пробежать наверх, и я сейчас возьму этот секрет. Ну, вот так вот начинается это путешествие. Хадо Фокзи Пист, шедевр с Камадуром Омега, прекраснейший компьютер. Друзья, в общем, на этом я завершаю небольшой обзор. Понравилось видео, поддерживайте канал. Всем пока и до новых встреч. Я хочу просто сказать, что эти вещи, которые я демонстрирую, приставки, игры, они недорогие, поэтому вы всегда можете получить огромное количество удовольствия при прохождении разных шедевров, без всяких сложностей. И вы узнаете огромное число игр, которые даже никогда и не знали, что существует с этим, но там есть. А, кстати, вот эта штука, это по сети, там подключится другой игрок. Я с ним в схватку вступлю, но я не хочу сейчас время тратить на это дело. И по результатам этой схватки, там, мне начислятся какие-то интересные бонусы, очки и так далее. Ну, люди, конечно, тут не противники, как видите, они легко. Вот на других планетах, на других мирах, там, конечно, будет все это намного сложнее. В общем, ладно, друзья, выхожу. Вот такая приставка, так она работает. Это у нас была PlayStation 4. Всем пока, друзья, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok